Здравствуйте! На портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. И сегодня важный вопрос, который пришел к нам, звучит следующим образом. Как научиться контролировать эмоции? Ну, вопрос не совсем библейский, хотя и Библия нам не даст конкретных советов, каким образом это сделать. Хотя о контроле эмоций еще премудрый Соломон сказал следующее. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. То есть знаменитое Онегинское «учитесь властвовать собой» сказано было задолго до Александра Сергеевича Пушкина премудрым Соломоном. Владеющий собой лучше завоевателя города. То есть понятно, что под завоевателем города не имеется в виду непосредственно царь, захватывающий город. Вот, в переносном смысле можно можно воспринять и понять это как человека, добивающегося поставленных целей. То есть владеть собой нам важнее, чем добиваться поставленных целей. Если ты владеешь собой, ты, безусловно, добьешься поставленных целей. Если ты разово достиг той или иной цели, собой не владея, не факт, что ты сможешь добиваться и впредь поставленных тобой целей. Итак, контролировать эмоции. Одной из самых главных эмоций, которую человеку сложнее всего бывает контролировать, по крайней мере в наше время, является гнев. Человек не может сдержать раздражение, не может сдержать охватывающий его гнев. И здесь нам есть в помощь прямой совет святоотеческий, который звучит следующим образом. Начало без гневия, молчание уст. Гнев устроен следующим странным образом. Он возникает у нас где-то в животе, поднимается вверх, начинает переполнять нашу грудь, потом душит наше горло и, наконец, врывается через наши уста, через рот. Так вот, святые отцы напрямую говорят нам, что для того, чтобы научиться бороться с гневом, необходимо для начала заткнуть свой поганый рот. Значит, вот именно так себе и надо говорить. Буквально можно представить себе мысль на большую прищепку, с помощью которой вы закрываете свой рот, который, к сожалению, изрыгает всевозможную гадость. И вот этот совет, молчание уст, он относится на самом деле практически к любой неиздержанности. Для начала нужно остановиться, для начала нужно заткнуться, для начала нужно остановить себя, может быть, выйти в другую комнату, выйти в другую комнату, подышать. И таким образом у вас появляется шанс, ну, по крайней мере, остановиться на каком-то этапе. Дальше уже, например, в борьбе с гневом вы можете научиться тому, что гнев перестанет вас душить, потом он перестанет вас распирать, а дальше, возможно, он перестанет в вас зарождаться. Надо положить начало. Начало без гнева, молчание уст. Кроме того, вообще необходимо развивать свою волевую сферу. Напомню вам, что душа человеческая, ну, условно делится на три важных составных части. Это ум, то, чем мы думаем, это сердце, то, чем мы чувствуем, и это воля, то, собственно, как мы реализуем нашу жизнь, то, что мы совершаем в этой жизни, то, что подвигает нас на тот или иной поступок. Так вот, для того, чтобы научиться контролировать или сдерживать эмоции, необходимо воспитывать волю. Воля воспитывается самыми разными способами. Например, надо научиться вставать не когда вздумается, а по будильнику. Желательно заставить себя делать зарядку. Да и вообще, особенно если мы говорим о действительно несдержанном человеке, а это может быть, я надеюсь, пока еще достаточно юный человек. Стыдно, если вы в зрелом возрасте не умеете контролировать свои эмоции. Но и даже если это произошло, вам прямая дорога куда-нибудь в спортзал, где вы на то, что называется на волевых, во-первых, начнете ходить туда два раза в неделю, как минимум, начнете серьезно заниматься, достигать результатов, сбрасывать вес, набирать мышечную массу и так далее. То, что касается мужчины. Можно просто ставить перед собой конкретные волевые цели. Перейти от спонтанного размышления о ваших планах к конкретному проекту и буквально бизнес-плану в вашей жизни. То есть необходимо учиться строить, вот как говорит нам премудрый Соломон в своих притчах, необходимо учиться брать города. А еще помогает контролировать эмоции смирения. Потому что кто избегнет расставленных сетей дьявольских? Только смиренные и кроткие сердцем. Продолжение следует...